Телефон в диспетчерской скорой помощи не замолкает ни на секунду. Минута на принятие вызова и еще столько же на сборы. Но это мелочи по сравнению с тем, сколько порой приходится добираться до пациента. В идеале маршрут поездки должен составлять не более 20 минут. Довести время прибытия до совершенства должно помочь объединение скорых Ульяновской области. Ведь пациенту не важно, откуда к нему приедут медики. Главное, чтобы это произошло быстро. Человеку уже не важно, кто к нему приедет, с какого муниципального образования. А у нас иногда бывает на границе районов вызов скорой помощи, но пересечь муниципальную границу вроде как не положено. Мы будем направлять ближайшую к месту вызова бригаду скорой помощи, свободную, естественно. Для того, чтобы максимально быстро оказаться на месте, где нужна помощь. Оператором централизованной информационной системы стала областная клиническая станция скорой помощи. Теперь следить за работой всех подразделений скорой, возможно, не только в областном центре, но и в районах. Система принимает всю информацию о вызовах и обрабатывает их автоматически. На основе этих данных формируются аналитические и статистические отчеты. В них отражается время прибытия бригады, классификация заболеваний и расход медикаментов. Управляют умными машинами живые герои, к безопасности которых сегодня особо пристальное внимание. Вы для нас самое дорогое сегодня в этой войне. По-другому никак ее не назовешь. Это реально война. Но и вы, главные врачи, руководители разного уровня, не должны закрывать глаза на то, что вдруг у людей чего-то не хватает. Все, что нужно, я сейчас говорю, все эти комбинзоноизолирующие, респираторы, маски одноразовые, шапочки, комбинзоны, бахилы, очки, щитки. И чего только за эти полгода мы не выучили с вами, чего только уже там не рассматривали, все должно быть в наличии. В дальнейшем межрайонные подстанции скорой помощи появятся на базе Николаевской, Барышской, Вишкаемской и Чердоклинской районных больниц. В межрайонных пунктах оборудуют уже подобранные помещения для хранения медикаментов, наркотических и психотропных препаратов. В других райбольницах оставят фельдшера, принимающего и передающего вызовы, и как минимум две бригады скорой помощи. Сегодня работа врачей Ульяновской подстанции уже упрощает высокотехнологичное мобильное оборудование. Этот чемодельчик у нас новый электрокардиолог. Очень удобный и простой в работе. Мы не используем данные персонального больного, а регистрируем карточку по годовому номеру вызова. Кардиограммы передаются в центр МИАЦ. И на этот планшет буквально через несколько секунд приходит расширпровка. В разгар пандемии количество звонков увеличилось в разы. Такая ситуация почти в каждом регионе страны. Чтобы бригада приехала домой, сначала нужно дозвониться до подстанции. А это порой похоже на квест. В перспективе создание дополнительных расширенных колл-центров и центров телемедицины. После объединения количество бригад увеличат. На повестке решение кадрового вопроса. На станцию уже принято 36 новых сотрудников. Почему сейчас в настоящий момент возникают задержки с выездами на вызов? Потому что бригада должна раздеть, утилизировать свою одежду, обработать машину. И выезжать уже в чистой машине к новому пациенту. Но, к сожалению, все принимаемые меры не дают желаемого результата. И сотрудники у нас болеют. Ну, где-то примерно 10-15% сотрудников переболело. Удастся ли сократить время прибытия медиков, станет ясно уже 1 января. Именно в этот день скорая помощь Ульяновска и области перестанет делиться на своих и чужих. Яна Федорищева, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.